вот сейчас мы перестраиваемся нет двигаемся в прямом направлении по южному микрорайону в сторону второго хабаровска да здравствуйте да у меня есть есть у меня я вам покажу ну конечно я знаю я знаю я 3 часа поеду так это улица у нас дальше суворова сторону правого хабараса здесь также везде можно остановиться так у пешеходов что здесь светофор светофор я аж напугал я аж проснулся здесь левый поворотник потому что все равно мы немножко смещаемся выключили поворотник сейчас на перекрестке регулируем направо поедем и знаки смотрим сразу да направо или налево поедем направо что ты говоришь у меня нет а но только вон там где я говорил здесь право помогать отключить ну да ну может быть а что не на завтра ну понятно понятно сразу пешеходов смотрим а да я же с человеком работаю а Мы сегодня будем приезжать в помощь. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так, это улица Ворошилова. Знак заезжали, не было. Где было знака за запрещающую остановку? Нет. Не было. Тут вообще двойная, сплошная. Здесь остановка в принципе запрещена. Потому что одна узкая полоса, да? И мы остановимся, вынудим людей пересекать сплошную линию разметки. Тут и без знака будет понятно, что мы не имеем права остановиться. Здесь уже, по-моему, можно. Потому что теперь у них одна полоса. В обратную сторону такая же ситуация. Вот, кстати, это пешеходный светофор. Пешеходный. Смотрите, мы стоим. А этот направо пошел. Я думал, он сейчас сюда поедет. Все, поехали. Двигаемся в прямом направлении. Не спеши. Двигаемся по направлению главной дороги. Кстати, здесь... И опять же, не было знаков, да? Да. Ну, значит, можно остановиться. Только вот напротив остановки нельзя никаких действий делать. Здесь также можно развернуться и также повернуть налево. Мы что и делаем. По главной дороге. Главная дорога у нас показывает направление налево. Сразу смотрим пешеходов. Поехали, у нас главная дорога. Не спешим. Пешеходов нет? Нет. Крутим мульт, поехали. Здесь тоже можно, в принципе, остановиться. Я не вижу сплошной линии разметки, да, под снегом. Даже если она в данный момент присутствует, ее здесь нет. Из-за снега. Просто так как дорога узкая, мы вынудим всех обезжать нас. В принципе, ничего плохого нет. И можно это сделать, но затрудним, создадим пробку. Так что здесь лучше где-нибудь пяточки выбирать. Нет, ну, это остановки. И гаичнику можно сказать, блин, так я могу здесь остановиться? Ну, давайте я дотяну до остановки, чтобы убрать машину от ДТП. Безопасное, потому что, по сути, надо оставить автомобиль в безопасном останавливании месте. А это опасное место. Если вы будете с инспектором разговаривать, и вы дадите ему понять, что вы не глупый человек, а вы просто говорите, здесь я могу остановиться. Пешеход, поворотник, направление движения по главной едет. Ну, как бы, гаичники, они тоже люди, не режьте угол. Не, не режьте. И пешеходы слева стоять. Вы так близко к пешеходному не подъезжаете, потому что на экзамен... Да я на тормоз нажал вместе с вами вообще-то. На экзамен тем более нажму. Ну, инспектор нажму. Другой инструктор. Инспектор закричит, что вы делаете. Мы же боимся, и мы же не понимаем, что у вас в голове в момент экзамена. Что у вас какие-то там шарики за ролики стрельнули. Это нормальное явление, когда человек сдает экзамен, выброс адреналина в кровь идет. И он порой не соображает вообще, что творит. Не потому, что человек глупый, а потому, что ситуация такая. Я тоже порой на экзамен приходишь, ну, хотя я не начал никогда, потому что я не готовился, и я знать не знаю. И у меня так всегда получалось. Ну, я имею в виду по учебе. Я никогда не готовился к экзаменам. Я не читал, я не зубрил. Ну, о чем мне зубрить? Я все равно, если я не понимаю, это что я сделал. А приходил на экзамен, как-то оно само собой. Ну, даже четверки были, пятерки даже бывало. Меня даже учителя хвалили, что вот Андрей, говорит, учился. Направо едем. Пешеходов нет? Нет. Отпустите тормоз. Поехали, поехали. Вот смотрите, пока они, кстати, поехали смелее. Пока они стоят, у них красный. Видите, горит? Соответственно, я слева никого. Влево посмотрела. Никого? Никого. Вот и вышка с поворотником. Потому что, это далека видно, что они все стоят. Ловить в момент, да? Оу. Это уже когда будущие опытные водители будете. То да. Тут, наверное, остановиться. Или дальше. Можно и тут. Можно и дальше. И здесь, и тут, и здесь нет. Потому что здесь нет. Наверное, здесь. Левый ряд перестраивайтесь. Смели. И все за белой машиной. Знаю, какой проехали. Да, все, поздно митаться. Заправочная станция, колонна. Здесь можно вот развернуться. Вообще, развороты можно там, где есть прерывистая линия. Вот поворот налево есть. Я могу здесь развернуться. Нет, я не могу здесь развернуться. Нет, здесь сплошно. Нет, я вот не вижу из-за тени. Была там прерывистая? Не было. Не было, да? Потому что тень так падала. Нет, нет. Была одна сплошная, вторая сплошная. Да? Да. Да нет. Нет, с той стороны, наверное. С той стороны сплошная, а с этой, по-моему, была прерывистая. Потому что знак движения прямо стоял за этим перекрестком. Соответственно. Ну, вот, короче, кто будет смотреть это видео, потом кто поедет, обратите внимание. Можно там поворачивать или нет. Я просто из-за солнца не обратил на это внимание. И знак 40 мы нарушаем. По этой полосе куда мы можем двигаться? Только налево. Левый поворот не включите. У вас стрелочка дополнительная горела. Вы больше никуда не можете ехать. Стоим перед стоплением. Прозевали, да? Да не прозевали. Здесь тоже сложно поворот, если отсюда выезжать. Вот сейчас, на, поворот сложно. Нет, это оттуда вас сложно. Вообще нет сложно. Тут же регулирует светофор движения. Ну вот что, они встречку пропускают и едут. Мы стоим на месте. Чувак справа, смотри, 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 такой раз с поворотником, через сплошные такой херак заехал. Думает, что мы идиоты. А по сути у нас перед нами стоп-линия. При наличии дополнительной секции, поехали. А он куда хочет. Поехали, 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 поехали. При наличии дополнительной секции мы стоим. Мы начинаем движение только, когда она загорится. Поехали. Газо. О, чувак на решение едет за одним ходом. Молодец. Знак 40, видели? Что-то гаишники вот стоят, смотрят. Какая-нибудь. О, да это вообще не гаишник. Это идиот. Полицейский идиот, видели такого? Стоял, стоял, побежал. И этот человек, влюститель закона, который сам нарушает. Там знак 40 у нас еще. Двигаемся 60 после разрешающего на это момента. Какой у нас момент будет разрешающий? Действия знака. Да вот, действия знака отменены. Поехали. Сама смотрю на него и дублю. Бывает, че ж таки. А если снегопад... А если снегопад... Пад снегопад снегопад снегопад... Практикует. Ну, конечно. Выбирайте место для остановки и остановитесь. КОЛОДАНИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИВАЛИПСМЕНТО us! Все, поехали Здесь также везде можно остановиться Зеркало смотрим, поворот не включаем Поворот не включаем Знак движения 40 На протяжении 200 метров 127.1 видим Вот это Вот когда с двоечки считаем Грубо говоря Два, три Три, четыре Пять Тогда мы поедем Более сорока километров Мы же не знаем когда она Перещелкнется Сразу заранее считаем от следующего числа Видели мы единичку Значит считаем мы двоечки Будет пятерочка Более Чем Сорока километров Ну вот он по сути Справа Кончает этот знак И как раз вот пятерочка Вот так Утучитесь Более Три